Российский Север объединил молодежь из 34 регионов страны. Пятый по счету форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока проходит в эти дни в Ханты-Мансийске. Столица Югры принимает масштабное мероприятие впервые. На одной площадке собрались более 150 молодых людей разных национальностей, в том числе и корреспондент телеканала Юрган Любовь Денисова. Стоит отметить также, что впервые формат форума изменили. В Ханты-Мансийск пригласили крупных федеральных экспертов из ведущих информационных агентств Росстата и даже Минпромторга, где помогают сохранять и развивать народные промыслы. Мне кажется, что форум проходит не с позиций, просто собрали чем занять, а есть конкретная повестка, есть палитра волнующих вопросов и есть молодежь, которая активно ищет на них ответы. Многие из участников намерены побороться еще и за победу в грантовом конкурсе. Пока на участие в отборе подано 29 проектов из 12 регионов России, от Карелии до Якутии. Сумма поддержки до 3 миллионов рублей, но, как правило, активисты претендуют на гранты от 200 до 500 тысяч рублей. Вот этот обмен мнениями территории от Крыма до Камчатки, он поможет ребятам по-другому посмотреть на проблемы и задачи, которые стоят перед молодежью коренных молодчинств и народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. И сделать проекты, которые, как мы надеемся, будут поддержаны Росмолодежью и будут профинансированы, и будут реализованы в этих регионах. За неделю работы форума «Российский Север» молодые люди успеют поучаствовать в квестах, интенсивах, играх и мастер-классах, а также послушать лекции от ведущих федеральных экспертов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!